Международный контроль над Косово может прекратиться уже в сентябре. Такое решение приняли 25 государств-членов, руководящие группы по бывшей сербской провинции. Между тем, войска НАТО и полиция ЕС сохранят присутствие в самопровозглашённой республике, где столкновения на этнической почве по-прежнему не редкость. Кроме этого, группа дала зелёный свет для внесения поправок в Конституцию и законодательство Косово. Премьер-министр Косово Хашим Тачи, который также присутствовал на встрече, назвал это решение историческим. Тем временем напряжённость в республике сохраняется. Около 50-60 тысяч сербов, проживающих в приграничных районах на севере Косово, не признают независимость и противостоят правительству Приштины. Так, в прошлый четверг более 50 сербов были ранены в результате стычек с косовской полицией на границе с Сербией. Западные силы призывали Белград и Приштину к диалогу. «Те сербы, живущие в Косово, которые хотят интегрироваться в общество, ощущают большую защищённость и безопасность, чем те сербы, которые решили жить в изоляции. Я надеюсь, что это решение положит начало тому, чтобы сербская община полностью влилась в общество». Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году, после того, как в военные действия между югославской армией и албанскими боевиками вмешалась НАТО. В результате сербское правительство согласилось на переход края под управление ООН.